МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЮ ВАС У ЭФИРЫ БЕЛАРУЙСТРЫЙ КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУРНЫХ НОВИН, ВЯДУМЫХ ИМЕНУ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА КАЛЕНДАРЫ 19-Х ИСАКОВЯКА И СЁННЯ ПА УСЮМ СВЕТЕ ПРАХОДЦІЦ ГЛОБАЛЬНАЯ АКЦЦЯ СУСВЕТНАГО ФОНДУ ДІКОЙ ПРЫРОДЫ – ГАДЗИНА ЗЯМЛІ У ГЭТЫ ДЕНЮ У ПРЫЗНАЧЕНЫЙ ЧАСЫ ЛЮДІ У РОЗНЫХ КРАИНАХ СВЕТУ НА АДНУ ГАДЗИНУ АТКЛЮЧАЮТЬ СВЯТЛО И ЭЛЕКТРОПРЫБОРЫ, КАБ ПРЫТЯГНУЦЮ ВАГУ ДА ПРАБЛЕМ ЭКОЛОГЮ И ИЗМЯНЕННЯ КЛИМАТУ ТАКСАМА АСВЯТЛЕНЬЯ ЗГАСАЕ И НА АЗНАКОМІТЫХ БУДЫНКАХ, ТАКІХ ЯК ИРЫМСКИЙ КАЛІЗЕЙ, ЭЙФЕЛЕВА ВЕЖА, ТІА ФІНСКИЙ АКРОПАЛЬ А КРАМЯ ТАГО, У РОЗНЫХ КРАИНАХ ЛАДЗЯЦА ШМАТЛІКІ ИМПРЕЗЫ, ФАЕР-ШОУ, ЭКЛАГІЧНЫЕ ЛЕКЦЫ, УРОКІ ДЛА ШКОЛЬНИКАУ, ЧАЕВАННІ ПРЫСВЕЧКАХ И РАЗНАСТАЙНЫЕ КОНКУРСЫ НА СЮННЯШНІЙ ДЕНЬ ГАДІ НА ЗЯМЛІ ГЭТА САМАЯ МАССАВАЯ ГРАМАДСКАЯ АКЦЄЯ У ИСТОРИЮ ЧАЛАВЕЦТВА А ТЫМ ЧАСАМУ МІНСКУ СЮННЯ ПАЧЫНАЦЦІ УЖО ШОСТЫЙ РЭСПУБЛІКАНСКІЙ КОНКУРС ЮНЫХ ВОКАЛІСТАВ ИМЯ ФЕДОРА ШАЛЯПІНА ДА УДІЛЫ У КОНКУРСЯ ЗАПРАШАЮТЬ ТОЛЬКІ ХЛОПЧЫКАВ И ЮНАКОВ АЛЕ ГЭТА НЕ АДІНЫЕ АДРОЗНІННЯ ДУСІХ ИНЩЫХ МУЗЫЧНЫХ СПАБОРНІЦТВУ ПРА ТРАДЫЦІЇ КОНКУРСУ ДАВІДІМСЯ ПАЧАС РАЗМОВЫ З ЯГО ОРГАНІЗАТРАМ СЮННЮ У СТУДЫЙ ПРАГРАММЫ КАЛЕЙДОСКОП МЫ ВІТАЕМ СТАРШЫНЮ ЖУРЫ ЧАЦВЄРТАГО РЭСПУБЛІКАНСКАГО КОНКУРСУ ЮНЫХ ВОКАЛІСТАВ имя Фёдора Шаляпина, лауреата премии фонда Ирыны Архиповой, заслуженного артиста Республики Беларусь Олега Мельникова. Олег Владимирович, здравствуйте. Спасибо вам большое, что заглянули к нам в студию. Республиканский конкурс юных вокалистов имени Фёдора Шаляпина проходит уже в этом году в четвертый раз. Как возникла идея его проведения и кто явился инициатором конкурса? И вообще, насколько Беларуси необходимы такие вокальные состязания? Конкурс появился, в общем-то, благодаря предложению москвичей. В Москве находится центр международного уже как бы такого союза имени Шаляпина. Я обратился с этим предложением в наш союз музыкальных деятелей. Наталья Витченко поддержала эту идею. Также к нам присоединилась ассоциация хоров мальчиков во главе с Анатолием Варлахиным. И вот мы как бы три таких вот организации, которые стали инициаторами создания этого конкурса. А почему именно мужское академическое вокальное пение? Ну, пока, знаете, это было пробное такое начало, и мы боялись, как это вообще пойдет. Может быть, в будущем мы все-таки, конечно же, рассчитываем расширяться. И очень возможно, что будут и женские голоса, просто, может быть, по условиям конкурса они будут исполнять произведения из, скажем так, опер, в которых участвовал Шаляпинку. Мы очень надеемся и мечтаем наш конкурс сделать открытым. Уже в этом году у нас будут гости из России. Но, к сожалению, большие проблемы связаны с финансированием. Мы обходимся, в общем-то, своими силами на общественных началах. И, пользуясь случаем, хотелось бы, может быть, кто-то бы включился, откликнулся, да, и помог бы нам в организации этого замечательного проекта. Потому что конкурс, он всегда очень интересен. Это общение, прежде всего. Это возможность услышать разных людей, разных исполнителей. Кто может участвовать? Столько ли юноши, которые окончили и имеют специальное музыкальное образование, либо просто талантливые молодые люди? Дело в том, что мы изначально ориентировались, конечно же, на профессионалов. Поскольку у нас достаточно в республике много интересных и телевизионных, кстати, конкурсов, которые дают возможность людям, одаренным, но не имеющим специального образования, показывать свои возможности, свой талант. Но нам бы хотелось как раз-таки воспитывать и отслеживать талантливых детей с начала их становления. Невозможно сделать разницу от 9-летней, 10-летней или же это уже 18-летней, 19-летней. Восприятие практически у всех одинаковое. Очень важен вопрос правильного воспитания, правильно комплексного воспитания ученика. Мы проводим в рамках конкурса также и семинары для молодых педагогов. Как работать, на что обращать внимание. Поэтому здесь мелочей нет. У нас возраст от 9 до 20 лет. Пять категорий возрастных. Программа практически для всех одинаковая. И требования тоже одинаковые ко всем. То есть, получается, будет исполнять произведение 9-летний парень, либо до 18-летнего будут вокальные данные использоваться? Конечно. Нет, мы обращаем внимание, конечно же, на возраст, на возможности. Но лауреаты у нас в каждой категории свои. Понимаете, мы не судим одинакового 19-летнего и 9-летнего. Это невозможно просто. Это невозможно. Патриотическая направленность конкурса. Обязательно исполнение произведений белорусских композиторов, народной песни. Конечно же, я считаю, что это правильно. И патриотизм – это одно из очень важных человеческих качеств. Победители какие имеют преимущества в дальнейшем? Мы стараемся наших ребят отслеживать. Мы их не бросаем. И лауреаты наши из первых. Парень был лауреатом всесоюзного конкурса. В России выиграл конкурс. Сейчас он студент консерватории. Занимается у народного артиста Ридигера. Я думаю, что это наше будущее, наше поколение, смена наша в оперном театре, которая будет расти. И вот на этом конкурсе, кстати, на прослушивании первого тура, я должен сказать, что есть ребята, ну, просто выдающиеся. Просто выдающиеся. Это очень приятно. Олег Владимирович, спасибо вам большое за беседу. Нам остается пожелать юным участникам победы. Я нагадаю, что сегодня у Белорусской Державной Академии Музыки пачаток другого тура 4-го республиканского конкурса юных вокалистов имя Федора Шаляпина, про який мы гутарили со старшинью журы конкурсу лауреатом премии фонда Ирины Архиповой, заслуженным артистом нашей краины Олегом Мельниковым. Далее в программе еще одна такая импреза для юных глядачов. Великий театр оперы и балета Беларуси сегодня представляет в Гомеле балет Чаполина. Знакомитая каска Джанни Радары про пригоды хлопчика Сыбуллинки и других героев злику Городненицы Садовины настолько зачаровала композитора Арама Хачатурана, что он написал музыку с початку до мультфильма, а потом перенес ее в балет. У першиню постановка, на якой выросло не одно поколение глядачов, была увасоблена на балетной сцене еще в 70-е годы минулого стагодзя. Из тих часов корыстаецца великой популярностью, як у маленьких аматров балета, так и у дорослой аудитории. А тем часом у Минску протягиваются гастроли русского драматичного театра Республики Башкортостан. Сегодня труп Пазуфы представляет минским глядачам спектакль «Усё кулем» по пьесе испанского драматурга Альвара Портаса. Что может здараться, коли ваша суседка мая великую колькасть часу и володая непомерной цикавностью? Яна займая стратегичное место у окна и может стать светкой самых неверагодных падзей. Сегодня в Музычном театре глядачу чекает яскравая испанская комедия, полная жарстей и блатанины, детективных поворотов и нечеканных выкрытий, о которой поставил на сцене главный режиссер драм-театра Башкортостана Михаил Рабинович. А далее в программе мы доведаемся, что еще интересное, что на минулом тыне отбывалось и в культурном житии белорусской столицы. Сонечная Италия Сонечная Италия Сонечная Италия Корошки проставил на сцене Белдярж Филармонии властную версию этого музычного артефакта. Один из самых оригинальных концертов коллектива вертая нас до сопроводных коронев белорусского танца и открывая свет барочной музыки минулых стагодзел. Международная выстава «Радзивилл» и «Великая эпоха князев» – творчий проект широколитовских музеев и Национального исторического музея Беларуси. Выстава знакомит с значными подеями, у которых примали удел представители этого знаменитого рода. Все экспонаты оригинальные и дают мягчимость увидеть саправдных святков життя и дейности великого магнатского рода. А сейчас в программе взвернемся до портретной галереи славутых имянинников. И первым узгадаем Владимира Садзина – выбитных амастаках, графика и живописца, які амаль усе свои творы присвятил Беларуси. Малеванием ён захапляўся з дятінства, аловак и паперу не пакідаў і падчас вайны, калі юнаком пайшоў на фронт. Лепшія франдавыя замалўкі у Владимира Садзина зараз заховуюцца ў Дзержаўны музея Вялікай Айчыны вайны ў Мінску. У пераможным 45-ым вайсковая частка, дзе служыў мастак, была пераведзіна ў Слуцк. Там ён і застаўся. Працаваў мастаком-аформителям ў творшых установах, організаваў гурток ваяўленчага мастацтва в Итокі і займаўся ўласныў творшыстю. Жывапісныя і графічныя творы у Владимира Садзина, а их засталося больш тысячы, зараз знаходзацца ў музеях Беларуси, США, Вьетнама, Японии і мноства інших краин. Дале ў калейдаскопе звернімся да балетнага мастацтва. Сёня свой дзень нараджэння, адзнашая зорка сусветнага балета, якой ўлічаць сваёй Расія, Грузія і США. Мастацкі кераўнік націянальнага балета Грузії Ніна Ананіашвілі. Цікава, што першам ёе захаплэнням стаў спорту ў дзятінстве Ніна часта хварэла, каб умацаваць здаруўе батькі аддалі ёе ў фігурнае катанне. І ў 10 гадоў дзяўчынка стала чэмпіёнкой Грузії ў сваёй ўзроставай групе. Але спортывную кар'єру вырышыла не пратягваць, і вось тады ўже тё Ніны Ананіашвілі прайшоў балет. Пасля заканчэння маскускага хэреографічнага вучылешча ёе адразу прайнялі ў трупку Вялікага Театра Расії. Дзе ў свой першый сезон маладая балярына ўжо выступала ў сольных партыях, а прас два гады стала прыма балярыной. У 88-м годзі Ніна Ананіашвілі і Андрес Илья пасталі першымі советскімі танцорамі, якіх запрасілі ў сусветнавядомы балет Нью-Йорка. Вытанчэнная техніка, неверагодная граціознасті, рэдкэй драматычны талянт худкая перетварылі Ніну Ананіашвілі ў самую запатрабаванную балярыну наших дзён. 157 гады ўтаму гэты дзень на сцене Парышскага Театра «Лірык» адбылася прэм'єра оперы Шарля Гуно «Фауст», заснаванная на філософскай драме «Гёта». Як гэта часто бывала з іншымі шэдэурамі, історію супрідстояння Доктора Фауста і Мефістофіля глядачы не оціонілі. Многі театры адмауляліся ставить гэту оперу за складаного сюжету і адсутність відовіщністі. А все за того, што ў першій версій оперы не було балетных сцен. Вокальнія номары черговаліся ўй згутарковымі епізодамі. Толькі празд 10 гады ў опера была істотна перапрацаванна і заняла годнае місце на сусветнай оперной сцене. Зараз Фаусту ваходять ў спис двадцати найбільш популярных опер святу. І далі ў праграмі мы звернімся до сучаснасті. На дайшоў час даведацца про тое, што сёння адбываецца ў культурным житці розных країн. 19 гасакавіка – знаковый дзень для храма Саграда Фамілія ў Барселоні. У 1882 гадзе был закладзіны першы камінь велішнага забора. А празд 3 гады, мінавіта 19 гасакавіка, была узведзіна першая капліца. Яшча праз 80 гаду ў гэты ж самый дзень пачаўся збор сродкаў для канонізаціі вялікага архітектора Гаудзі, які з'являецца галоўным аутрам іспанскага шедевра. Архітектор хацел, каб будавніцтва сабора працягвалася і пасля яго смерті. На кшталт сабора ў Кёльна і Рэймса першы будаваўся больш 600, другі – 270 гадуў. Не глядзецчы на шмат гадуваю працу над праэктом, дагы то лі Саграда Фамілія цалкам не пабудаваныя. У зборы сродкаў на працяг будавніцтва прымаў ў дзял кожны турист. Плата за агляд храма паступаю ў спецыяльны фонд. Заваршыць ўзвядзенне сабора плануецца ў 2022 гадзе. Такім чынам, з момынту закладкі першага каменя да заканчыня будавніцтва пройдзе 140 гадуў. У Москве працягваецца выстава «Жыццё без болю» гэтая серая футаздымка ў адзін дзень сямі розных людзей з інваліднастю. У Расія соціялізація людзей з абмежаванымі макчымастями толькі пачынаецца. У далічыні ад буйных грааду ў людзей ў калясцы часто няма макчымасті нават выісті на вуліцу. Ацутнічуюць необходныя пандусы і з'язды. Жыццё многіх працякае дома. Мэтапраэкта паказаць ўсім, што чалавек с фізічными асаблівастями можа вісті паўнавартасныя жыццё, не выпадаючы са звыклага рытму – працаваць, калпатіцца пра сям'ю, займацца творчастю. Праэкты здымалі ў Германіі і Расію ўвесь минулый год. Футаздымкі не пакідаюць глядачоў абы якавамі. У многіх візнікае жадання займацца добрачыннасцю і открываць центры дапамогі. А зараз вернімся на Радзіму, каб узгадаць яшчы адно сёняшня музычная шоў ў Мінску. Просто концертом чарговую сустрэчу з публікай апатажный і непрадказальный Лаліты назваць просто немагчыма. Знакамітая співачка, талевадучыя, як сёня кажуть, шоу-вуман, заусюды цешыць сваіх прыхельнікаў оригінальнасцю і не спадзёлками на грані скандалу. Лаліта сама вядзе свая концерты, ніколі не забываю пра живую гутарку з публікай. К тому кожны концерт співачкі – гэта інтерактивная, а парой гумарыстычная, а парой драматычная шоў. А своя песня артыстка перетвораю у мини-спектакля, які прамушаюць глядачу, то смяяцца, а то і плакаць разом з лалітаў. Сёня падчас концерту прыхельнікаў чекаюць ляпшая песня розных гаду, а так сама новая хиты співачкі. І на праканцы програмы нагадаем, што заутра 20-го сакавяка па ўсім свете означаецца Межнародный День Счастья. Тому счастья вам пазнавайте більш разом з нами, падтрымлювайте культуру і заставайтесь ана беларустры. Межнародный День Счастья Межнародный День Счастья